Между дебетом и кредитом. Как спланировать семейный бюджет так, чтобы хватило на все? Советами по экономии делится наша программа «Подсказки потребителю». Смотрите сегодня в выпуске. Сначала работаешь на зачетку, а потом нигде. Как произвести впечатление при приеме на работу? Советы для студентов и выпускников колледжей и вузов. Вертикальное выражение горизонтальных чувств. В Омске идет набор в группу латиноамериканских танцев. Занятия бесплатные. Скорая компьютерная помощь. Куда обращаться за прививкой от вирусов, чтобы провести реанимацию и вернуть память вашему электронному другу? Куда пойти работать? Этот вопрос остается актуальным для выпускников колледжей и вузов. По статистике, только 60% из них трудоустраивается. Молодых специалистов в основном не берут из-за отсутствия опыта или неумения себя презентовать. Готовить к предстоящему приему на работу юных омичей начинают еще со студенческой скамьи. В службе занятости проходят тренинги, на которых учат, как правильно вести себя на собеседовании. Карен Гулинян торопится. Он опаздывает на тренинг на встречу карьере. Будущую профессию юноша выбрал по совету родителей. Он учится на юриста, однако переживает, что когда закончит колледж, с трудоустройством будут проблемы. Ведь юристов на рынке труда переизбыток. Здесь помогает разобраться в самом себе, что именно мы хотим получить в дальнейшем от работы, что мы умеем делать, и вообще понять себя как личность, что мы из себя представляем. Дело ясное, что дело темное. Многие люди не знают самих себя, и от этого все личные и профессиональные проблемы. Осознать свои качества, способности и ведущие мотивы ребятам помогают тесты. Например, знакомые всем ассоциации. Надо представить, какое ты животное, книга, погодное явление. Затем дать им характеристику и рассказать незнакомому человеку. Самое тяжелое – это общаться с человеком, с которым я вообще не общаюсь. То есть рассказывать ему, с каким животом я себя ассоциирую, с какой книгой. Рассказывать о себе очень тяжело. А между тем самопрезентация – основа собеседования. По ней работодатель судит о человеке. Умение преподнести себя в выигрышном свете – целое искусство, которому можно научиться. Во-первых, постарайтесь максимально кратко и красиво изложить информацию. Давайте правдивые и искренние ответы. Ложь рано или поздно всплывет, а репутация будет подмочена. Не использовать закрытые жесты, не скрещивать на груди руки, не скрещивать ноги. То есть всем своим видом нужно показать, что человек открыт к общению и готов к восприятию новой информации. На собеседовании работодатели часто используют стресс-интервью, то есть задают неудобные вопросы и стараются вывести из себя соискателя. В этом случае совет простой. Ни в коем случае не поддавайтесь на уловки и старайтесь сохранять спокойствие. Очень важно хорошо выглядеть на собеседовании. Хорошо, если будет при этом какая-то изюминка. Например, яркий какой-то аксессуар, чтобы человек мог запомниться. По мнению психологов, чтобы завоевать доверие начальника, молодой специалист должен быть активным и инициативным. Ведь отсутствие опыта вчерашние выпускники могут компенсировать трудолюбием, энергичностью и целеустремленностью. Вы устали от будней или просто хотите сменить обстановку? Тогда в свободное от учебы или работы время можно потанцевать. И не беда, если вы этого делать не умеете. В группе Фрисальса вас научат, при этом бесплатно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Для Олега Климова делиться своими знаниями – самый большой подарок судьбы. Создать свою группу было несложно. Объявил о ней в социальных сетях. На первое занятие пришли десять человек. У нас есть зал побольше. То есть он, ну, вместительность, мне кажется, порядка сорока человек. Здесь мы занимаемся, когда людей приходит не так много. То есть у нас есть все условия для осуществления нашей деятельности. Уроки бесплатные. Чтобы научиться элементарным движениям, не нужен танцевальный опыт. В бачате нет длинных и сложных схем. Танцуют на четыре счета. Корпус наклонен к партнеру для более тесного контакта. Любой человек, любой мужчина или женщина, который знает о танце, они могут танцевать друг с другом, абсолютно не зная друг друга перед самим танцем непосредственно. Для бачата и сальсы не нужна специальная форма одежды. Танцевать можно в джинсах и тапочках. Социальные танцы люди придумали для обмена положительными эмоциями. Здесь нет места соревновательности. То, что в этих танцах нет постоянной партнерши, не смущает Виталия Курелика. Нужно уметь танцевать абсолютно с любой партнершей, так как каждая партнерша – это индивидуальный какой-то стиль. И поэтому, привыкая к какому-то одному партнеру или партнерши, зачастую, встречаясь с другой партнершей, тяжело выставить контакт. Анастасия Алексеева очень любит танцевать. Раньше занималась стрип-пластикой. Этот танец был медленным и одиночным. А в заводной сальсе Анастасия получила партнера. Точнее, сразу четырех. Стало более раскрепощенной, что ли, как-то легче с людьми сходить за другими. То есть и открытие как-то стало для других. Здесь нет возрастных ограничений. Эти танцы можно освоить и в 50 лет – главное желание. А вскоре группа будет участвовать в вечеринках. Час танцев после душного офиса поможет забыть о начальниках и горах документов. Сегодня без компьютера, как без рук. Но что делать, если ваш гаджет сломался? Вернуть электронного друга к жизни поможет единый компьютерный сервис. В Омске работает горячая линия, на которую можно позвонить в любое время. Мастер в тот же час выйдет на заказ и отремонтирует технику. Утро в семье Борисенко не задалось. Приболела дочурка. Мама Аня хотела взять электронный талон к врачу. Но тут захандрил и ноутбук. Не помогла поддержка старшего сына Александра. Он не смог заставить гаджет работать. А Мишка вспомнила, что подруга недавно дала ей визитку компьютерного сервиса. Анна решила не терять времени и позвонила на телефон горячей линии. У меня произошла проблема с компьютером. Вы с мастером у нас бесплатная. Диагностика программного обеспечения бесплатная. Мастер не заставил себя долго ждать. Приехал через час и сразу же приступил к диагностике ноутбука. Оказалось, вирус поразил жесткий диск. Теперь компьютеру требуется длительное лечение. Молодой человек приехал быстро. Услуги стоят доступно. Жду, что моя проблема скорее разрешится. Самые распространенные обращения МИЧей не включаются или виснет компьютер. Пропала информация. Мастера выездного сервиса, конечно, не волшебники. Но творят чудеса. Восстанавливают данные и систему. Меняют сгоревшие детали. И возвращают гаджеты к жизни. Но в скорой компьютерной помощи, как и в медицине, болезни лучше предупредить, чем лечить. Поэтому специалисты советуют хотя бы раз в год проходить профилактику. Это поможет впоследствии избежать дорогостоящего ремонта и в итоге сэкономит деньги потребителей. Как появляются признаки зависания, торможения компьютера, не нужно ждать, пока он совсем перестанет выключаться, а там включаться, то есть сразу обращайтесь к специалисту. А этот пациент скорее мертв, чем жив. На компьютер нечаянно пролили чай. И произошло короткое замыкание. Теперь электронному другу предстоит долгая реабилитация. Но сложного ремонта можно было и избежать, если бы ноутбук сразу выключили. В первую очередь нужно отключить его от сети, то есть вытащить зарядное устройство и батарею, если это ноутбук, либо вытащить шнур с блока питания, если это стационарный компьютер. И либо подождать и вызвать мастера, либо если не сильно, немного жидкости пролили, можно просто просушить на той же батарее, как бы в большинстве случаев он заводится. Сегодня гаджетами пользуются даже малыши. Причем не всегда родители могут проследить, на какие сайты заходил ребенок. Чтобы обезопасить детей от нежелательной информации и сократить доступ к играм, мастера ставят блокировщики, антирекламу, пароль на компьютер. Кроме того, специалисты фирмы делают полную настройку программного обеспечения, собирают технику. Преимущество нашей компании в том, что мы оказываем качественный ремонт, у нас есть гарантия на наши работы, для нас дорог каждый клиент, и у нас доступные цены. Гарантия на ремонт до года. Фирма работает не только с физическими, но и юридическими лицами. В выездном компьютерном сервисе гибкий подход к клиентам. Сейчас всем обратившимся фирма делает бонус – скидку 20%. На данный момент у нас действует акция скидка для пенсионеров 35%. Также мы готовим к выпуску карту наш клиент, которая будет представлять фиксированную скидку для клиентов до 50%. Позвонить на горячую линию компьютерной помощи можно с 10 утра до 10 вечера. Заявки принимают и в выходные. В экстренных случаях мастера выезжают к клиенту даже ночью. Замучили вирусы? Не включается компьютер? Пропали данные? Омсксервис придет на помощь. Открыта горячая линия. Заявки принимают с 10 утра до 10 вечера. По телефону 8 800 234 22 17. Выезд мастера и диагностика компьютера бесплатные. Ремонт в день обращения. Гарантия до года. Клиентам бонус – скидка 20%. Пенсионерам – до 35%. В условиях финансовой нестабильности важно научиться контролировать, сохранять и приумножать свои доходы. Уважаемые телезрители, мы ждем от вас вопросов и откликов. Оставляйте сообщения на официальной страничке программы «Подсказки потребителю ВКонтакте» или же на сайте нашей телерадиокомпании. А на этом у меня все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»